Ну что, друзья, продолжим строительство мини-домиков. В планах разобраться с кровлей, с кликфальцевой кровлей, поставить окна и двери и подумать о наружной отделке дома. А сегодня начнем первое приготовление для монтажа кровли. Поехали! Так, продолжаем наши работы с кровлей. Здесь тут чуть-чуть подорвало нас. Кровлю там со скрепкой, со скобой послетало. Сейчас мы вот как раз контробрешутку забьем, чтобы не было ничего. Ветер сегодня очень сильный, так что будет шуметь, наверное, чуть-чуть. Не знаю. Так что вот, пока такие вот работы. Сегодня добить контробрешетку, добить и повесить капельники. Наши капельники. Ветер очень сильный, так что я не знаю, как я тут буду, наверное, шуметь. Микрофон будет приезжать. Ну, так вот сегодня очень ветрено. Первым делом, знаете, что мы будем делать? Прибьем нашу доску. Прибьем нашу доску, где у нас вот кобылки выступают. И набьем обшивающую вот эту картизную доску, потому что я ее временно пока прикручу, потому что мне надо будет ее сжигать. Но для того, чтобы устроить капельник, первым делом надо ее поставить, потому что можно про нее потом забыть, и туда ничего уже не подсунешь, если капельник сразу прикрутить к контробрешетке. Надо вот создать вот эту вот форму, поэтому будем сейчас прикручивать вот эту доску. Следующим шагом надо будет нам отрезать излишки нашей мембраны. Она должна быть по краю нашего капельника, поэтому сейчас приступим к этому. Так, ребят, как видите, вот таким макаром мы сейчас пройдемся. Видите, я делаю карнизную планку, прибиваю. Потом приклеиваю двухсторонним скотчем нашу мембрану. Все, я использую продукцию из Испан. Например, для двухстороннего скотча, который для мембраны нужен, я использую КЛ-ка такая есть. Продукция, она такая не дешевая, то есть это никакая реклама. Просто я как-то почитал, что хорошая фирма, вот и поэтому я ее пользуюсь. Она чуть-чуть подороже, чем Андутис, например, который все тут вот лепят. Но вот эти вот скотчи, которые я посмотрел из Испановских, они очень хорошие. Например, для пароизоляции, которые это вообще, вот именно еще если он так хорошо держит, а если вот использовать ее, например, я вот все-таки пароизоляцию Андутис брал, но такого клеенчатого типа, вот если из Испановских вот этот клей использовать, он вообще просто намертво держит. А тот клей, который присутствует у самого Андутиса, там уже нанесен, он вообще просто ничего не держит. Там буквально чуть-чуть проходит времени, и просто все отрывается. Так что я буду, можно сказать, таким двойным способом Андутисским Андутиса, и потом еще буду из Испановским проходить, потому что это совсем разные две вещи. Вот потихоньку сейчас я так вот пройдусь, еще набью первую обрешеточку, и, не знаю, там, на другую сторону перейду. Я все показывать не буду, потому что тут предельно ясно, да, и понятно. Может какой-то итог в конце сделаю. А так, в принципе, у нас все отлично и хорошо. Ветер, правда, очень сильный идет, все срывает. Но, в принципе, идем, идем потихоньку. Так что работаем. А у нас продолжается наш день, где мы прибиваем наши капельники. Вот на сегодняшний момент у нас вот капельники сделаны до сих пор. Сейчас вот добьем, отрежем вот этот вот кусочек. Прибьем сейчас обрешетку первую. И на этой стороне у нас как бы все будет готово. И приступим, и приступим к другой стороне. Там у нас тоже капельники. Там более высоко, я даже не знаю, там лазить, как-то чуть-чуть стоемненько будет, но ничего. Ребят, вот не забывайте ставить вот эту вот карнизную подшивку, потому что, когда будете ставить капельники, ну, если не поставите это, потом вы не подсунете эту доску снизу. Поэтому всегда ее, прежде чем набить капельник, ставьте вот эту пока временную доску. Ну, или у вас, если она сразу есть, то можете прибить сразу. 67. Так, видите, у меня вчера лестница упала на один, пробила. Ну, сейчас у меня как раз тут обрешетка где-то должна остановиться. Мне где-то надо 70 миллиметров. Ну, здесь вот как раз и отрежем. Ну, ничего страшного. Это скроется и выровняется. Эти капельки, капельники не особо будут заметны. Вообще их как бы скроет наша водосточная система, которая будет стоять. Поэтому, я думаю, воспользуемся этим. Все делаю в первый раз. Так что, если будет что-то не так, то вы извините. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А знаете, что я забыл еще? КЛ-ку взять. Двухсторонний скотч. Сейчас за ним спустимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ты где вот эта досочка до представляете чем надо будет работать с трубцинами будем все подтягивать начнем забивать а вот он будем подтягивать вот 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 а офигеть да как крути ну так прибиваем вторую обрешетку до конца я бить дальше не буду потому что у меня обрешетка лежит в дальнем штабе лету его раскрывать не хочется сейчас потому что вокруг дождей начинаются в виде какие тучи я сейчас добью вот эту обрешетку маленькую наверное и на другую сторону пойду бить капельники прикручу капельники и тоже начну обрешетку делать ну короче как то так и 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